МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое самое старое здание в Волхове? Среди каменных жилых домов? Возможно, вот это на проспекте Гагарина, построенная в 1934 году, которому сейчас уже 83 года. А вот ГЭС в прошлом году исполнилось уже 90 лет. Но есть в Волхове каменные сооружения постарше ГЭС. Это водонапорная башня Фосагра, хоть она теперь и не похожа на старинную постройку. И кирпичные здания водоканала, сооруженные в 1923 году. И им уже по 94 года. Также колонна от старого ЖД-моста, которые установлены там в 1905 году. А еще в Волхове есть несколько деревянных построек до революционного времени, возможно, даже конца 19 века. Впрочем, совсем недавно у нас праздновали 500-летие земли Волховской, так как некоторые деревни, входящие в состав Волхова и близлежащие, упоминаются впервые в Песцовой книге 1500 года. Много это или мало 500 лет? По человеческим меркам, конечно, много, так как за это время в среднем сменилось 20 поколений. И если бы я или любой из вас захотел составить свое генеалогическое древо предков, то выяснил бы, что 20 поколений назад у него должно было бы быть миллион пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушек и бабушек. Можете сами посчитать. Но однако это не так. Иначе тысячи лет назад их было бы триллион, что противоречит здравому смыслу. Почему это все-таки не так? Ну, я думаю, всем и так понятно. Но если 500 лет для людей это много, то как насчет 500 миллионов лет? Что здесь было в те времена? Ведь даже самой реке Волхов всего 6 тысяч лет. Как нам вообще узнать о столь давней эпохе и почему именно 500 миллионов лет? Ответ скрывается у нас под ногами. А именно известняковые плиты, которые являются морскими осадочными породами Ордовикского и Нижнеселурийского периодов Палеозойской эры, возраст которых приблизительно полмиллиарда лет. По геологическим меркам это не так и много. Всего около 10% возраста самой Земли. Но для нас это колоссальные цифры. В те отдаленные времена, на протяжении нескольких миллионов лет, пока накапливались эти отложения, здесь простиралось древнее море. И если снова вспомнить про наших предков, то как они выглядели тогда? Но они явно жили в океане, так как на суше в те времена животных еще не было, как, впрочем, и насекомых, и даже растений. И суша была скорее похожа на современную поверхность Марса или Луны, только не такую сухую, так как дожди все же бывали. А наши предки представляли из себя бесчелюстных рыб с хрящевым позвоночником, панцирем и зубами. Но без челюстей и плавников. А на самой территории нынешнего Волхова в то время под водой жили самые различные существа, окаменелости которых на берегах реки можно найти великое множество. Это и различные трилобиты, и мшанки, и головоногие моллюски, и иглокожие, и аммониты, и так далее. Вот этих я нашел на берегу возле ГЭС. И если бы я их почистил, то они выглядели бы примерно вот так. Когда я говорю здесь, в Волхове, мы все привыкли и знаем, что это место находится тут. Однако 500 миллионов лет назад из-за тектонического дрейфа материки выглядели совсем по-другому и располагались не там, где сейчас. Европа и Сибирь находились в южном полушарии, Лаврентия на экваторе, а остальные составляли один сверхматерик под названием Гондвана. И находился он тоже в южном полушарии планеты, окружённой океаном Япетус. Так что нынешняя территория Волхова располагалась вот здесь и была залита морем. Много чего изменилось с тех пор. И, например, сутки длились не 24 часа, как сейчас, а всего 20 с половиной, что обусловлено замедлением её вращения вокруг оси из-за приливных сил Луны. А год длился тогда 425 суток. Климат тогда был совсем другим, и даже состав атмосферы сильно отличался. И не в последнюю очередь это происходило из-за того, что Солнце было меньше и тусклее, чем сейчас примерно на 5%. Приливы и отливы также были сильнее, так как сама Луна располагалась почти на 20 тысяч километров ближе к Земле. Она и по сей день продолжает удаляться от нас на 38 миллиметров в год. И если бы мы отправились в столь отдалённое от нас прошлое, то мы и само звёздное небо не узнали бы, так как за это время Солнечная система вместе с Землёй преодолела огромный путь в галактике, обращаясь вокруг её центра. За эти почти полмиллиарда лет она совершила более двух оборотов. А так как соседние звёзды движутся с немного разными скоростями, то не то, что созвездия, а сами звёзды в те времена на Небе были другими, не говоря уже о том, что сейчас в Небе немало гораздо более молодых из них, некоторым из которых нет ещё и 5 миллионов лет. А соседняя крупная галактика Андромеды тогда находилась на 200 тысяч световых лет дальше, чем сейчас, в отличие от всех остальных галактик, которые наоборот были ближе нынешнего положения, а теперь удаляются, так как размер обозримой Вселенной был значительно меньше за того, что она продолжает всё это время и ускоренно расширяться. Ну а в конце, для тех, кто досмотрел до этого места, хочется сказать, что эти известняковые отложения ещё не самое старое, что можно отыскать на территории Волхова. Если у кого-то из вас возникли вопросы, то можете спрашивать в комментариях под видео на YouTube. А ещё лучше самим находить ответы на свои вопросы в умных книжках в различных научных публикациях. Важно не забывать всегда проверять полученную информацию, чтобы не обманывать самих же себя.